Европейская цивилизация прошла трудный путь от варварства до современного информационного общества. Огромное влияние на воспитание этого общества оказало христианство. Возникшее в начале нашей эры, христианство быстро распространилось на территории Римской империи и среди европейских народов. Разделение империи на западную и восточную породило впоследствии конфликт между западными и восточными христианами. В 1054 году главы Римской и Константинопольской церкви прокляли друг друга и положили начало разделению церквей, известному как Великая Схизма. Последователи западного направления известны как католики, а восточного – православные. В католической церкви постепенно установился непререкаемый авторитет римского папы, выразившийся в догмате о его непогрешимости. 15 век стал переломным в истории Европы. Это связано с деятельностью гуманистов, появлением новых технологий, усилением меркантилизма и великими географическими открытиями. Идеалы церкви стали мешать развитию нового капиталистического общества, и в нем назревали идеи церковной реформации. Ученые видели предпосылки реформации уже в выступлении гуситов, когда чешское общество возмутилось социальным неравенством, господствующим в церкви, что не согласно было с самой идеей христианства, для которого все люди равны пред Богом. Однако выступление гуситов потерпело неудачу, и борьба с католической церковью была отложена на столетие. Мощным импульсом для возникновения протестантизма стала проповедь германского богослова Мартина Лютера. Более всего противников церкви возмущали индульгенции, прощения грехов за деньги. 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил к дверям церкви свои 95 тезисов против индульгенций. Несмотря на санкции со стороны католических иерархов и отлучения церкви, Лютер продолжил свою борьбу за правильность веры. В 1521 году его вызвали в германский город Вормс на суд к императору. Проповедь Лютера нашла огромную поддержку среди германцев. Даже в зале суда доносились одобрительные выкрики в адрес Лютера. После суда ему удалось сбежать в Саксонию, где он нашел покровительство со стороны Курфюрста. Там Лютер продолжил свою богословскую деятельность, правда скрывая свое настоящее имя. Его учение сводилось к трем главным положениям. Человек спасается только верой. Вера дается Богом вне зависимости заслуг человека. Священное Писание является единственным авторитетом в объяснении веры. Кроме этого Лютер не признавал монашество. Церковь, по его мнению, не должна иметь земли, а ее имущество должно быть скромным. Самого Папу Римского он не считал достойным управлять церковью, заявляя о том, что она должна подчиниться светским правителям. Он также видел вред от долгих и пышных богослужений и предпочитал родной язык латинскому. Таким образом, Лютер утвердил новый взгляд на христианство, отрицая посредства церкви в деле спасения. Учение Лютера сильно возмутило население германских княжеств. В 1524-1525 годах в южных и центральных областях вспыхнуло восстание, направленное против социального неравенства. Оно было подавлено, и Лютер также не поддержал его. Однако светские правители начали свою борьбу против церкви, захватывая земли монастырей. Германия оказалась разделенной на два лагеря. В 1529 году император Карл Габсборг объявил подтверждение решения Вормского суда, осуждавшего учения Лютера. Однако последователи Лютера заявили протест. С этого времени их начали называть протестантами. Карл был ревностным католиком и пытался помешать развитию реформации в Германии. Он пришел с войсками в Германию и разгромил протестантов. Однако германские князья объединились и выступили против Карла, нанеся ему поражение. Ему пришлось пойти на переговоры, и в 1555 году в Аугсбурге был подписан религиозный мир, согласно которому правители сами определяли, какая вера будет господствующей. В истории это соглашение известно как Аугсбургское исповедание. Северные и северо-восточные германские княжества стали лютеранскими, южные остались католиками. В сущности, именно это обстоятельство отложило на долгие века объединение Германии. В середине 16 века реформация проникает в Англию, Францию, Данию, Норвегию и Нидерланды. В Швейцарии образовался крупнейший центр нового течения, основателем которого стал француз Жан Кальвин. В 1533 году под влиянием проповеди Мартина Лютера он объявил себя протестантом. Опасаясь преследований со стороны церковных властей, он бежал в Швейцарию и написал там свои основные богословские труды, в которых обосновал новый взгляд на христианство – кальвинизм. Его идеи стали очень популярными и нашли отклик у швейцарцев и не только у них. Его называли «женевским папой». Кальвин утверждал, что судьба человека уже предопределена. Однако он не должен пренебрегать своими способностями, а наоборот стремится стать лучше. Успех в жизни, согласно его учению, – знак того, что человек попадет в рай. Однако неудачники не должны падать в грязь лицом и предаваться отчаянию, так как успех еще может их ждать впереди. Вопреки взгляду Лютера, Кальвин считал, что вера недостаточно для спасения. Необходимо безропотно трудиться, чтобы узнать свое предопределение. Именно кальвинизм стал более удобной религиозной нормой для зарождающегося капиталистического общества, настроенного на получение прибыли и имеющего нравственное оправдание этой прибыли. Кальвинистская церковь называется также еще и пресвятрианской, так как руководили ею избираемые старейшины – пресвитеры. Она не отказалась от всех церковных таинств и признавала крещение и причастие. Однако у них не было рукоположных священников, а были выбранные общиной пасторы. Кальвинисты отличались жесткой дисциплиной и беспощадно расправлялись с отступниками. Во Франции последователи кальвинизма назывались гугенотами, а в Англии – пуританами. Католическая церковь не осталась равнодушной к появлению новых взглядов на христианство. При помощи правителей, сохранивших ей верность, она пыталась искоренить эту ересь. Деятельность церкви в этот период называется контрреформация. Кроме католических правителей, в церкви в 1540 году возник новый монашеский орден, который назывался Общество Иисуса, то есть Иезуиты. Создателем его был испанец Игнатий Лайола. Иезуиты пытались склонить к верности папе римскому правители и мириан. Они занимались благотворительностью, создавали школы и воспитывали детей в духе приверженности католичеству. Нередко иезуиты становились убийцами тех, кто был опасен для католичества. При этом поступок этот не считался грехом. Цель – оправдывает средства, говорил Игнатий Лайола. В то же время церковь пытается реформироваться уже законным путем. Начинаются переводы священного писания на национальные языки. В 1545 году открылся Триденский собор в городе Тренто на северо-востоке Италии. Он продолжался 18 лет с перерывами. Решения его должны были укрепить власть папы и приверженность старой традиции. Однако некоторые изменения все-таки произошли. Были запрещены продажи индульгенций и открыты семинарии для католических священников. Однако европейское общество неизбежно текло в сторону капиталистического прогресса. Люди стремились к прибыли и комфорту. Церковь им только мешала. Но жить без Бога, без религии и совести они не решались. Протестантизм впоследствии раскололся на массу других течений, доказав свою несостоятельность. Однако он оказал огромное влияние на культурное, экономическое и политическое развитие Европы и мира. Следующий этап борьбы с католической церковью пришелся в эпоху просвещения, когда французский философ Вольтер призвал задушить эту гадину, имея в виду церковь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok